После обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он и правительство в полном составе уходит в отставку. Будет проведена серьезная реорганизация властных структур, президент предложил внести в Конституцию фундаментальные изменения. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев после обращения президента к Федеральному собранию, заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. И назвал это правильным решением. Эти изменения, когда они будут приняты по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, сказал премьер. В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях. Я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, заявил Медведев в ходе встречи. Решение было принято после предложенных Путином изменений, которые, по его мнению, необходимо внести в Конституцию. Изменения, которые предложил президент, по сути превратят Россию в парламентскую республику. Госсовет получит конституционный статус. Дума будет утверждать министров и вице-премьеров, раньше этим занимался Путин, силовиков согласует Совет Федерации. Президент и Совет Федерации могут отстранять высших судей. Все предложенные изменения будут приниматься посредством референдума. Еще несколько сенсаций, Путин объявил о примате национального законодательства над международным запрете главам субъектов Федерации, министрам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах. А для Дмитрия Медведева, кстати, создадут новую должность, заместитель председателя Совета Безопасности. Путин и тут делегирует свои полномочия, так как обязанности председателя Совбеза, согласно законам, выполняет президент. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом. Чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов отметил президент. Изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе, ну и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, я, со своей стороны, тоже хочу вас поблагодарить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе. Что касается нашей совместной работы, Дмитрий Анатольевич, мы сейчас говорили, Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, президентом Российской Федерации. Уже 8 лет он практически возглавляет правительство. Наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России. Мы договорились. Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает на нас за всё, но президентский блок – это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. И я считаю возможным, и просил его об этом, чтобы он занялся будущими вопросами именно этого свойства, этой категории вопросов. Я считаю возможным, и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Ну, если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов, буду это сделать в ближайшее время, и буду просить депутатов также поддержать. Ну, надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки. Ещё раз всем вам большое спасибо. Мы увидимся в самое ближайшее время. Благодарю вас за работу. Спасибо. Спасибо.